Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну, по всей видимости, Дарявый Макс или Барсик, как его сейчас называют в социальных сетях. Это я не от себя, это я просто цитирую то, что пишут люди. Ну, а в реальности Макс Барс, их певец, который, вы знаете, наговорил очень много гадостей про нашу родину, Россию, и выступил против многих своих коллег, которые ему ответили, Тимати, в частности, там ему ответил, Ну, он тоже, значит, Макс Барских ответил им, ответили те, ответил им, и так бесконечно можно говорить. Значит, друзья, дело все в том, что буквально вчера появилась фотография. Насколько я так для себя понял, судя по отсутствию подписи, Макс Барских, видимо, принял единственное верное решение сдаться в плен и, что называется, освободиться, очиститься от того внутреннего гнилья, который сидит в нем. Значит, вот я, судя по всему, как бы склоняюсь больше к тому, что происходит именно это, потому что он заросший весь, из бункера, видимо, вылез и нацепил на себя, значит, вот эту вот военную какую-то форму, ну, там, я не знаю ли что, рубашку какую-то, наверное, на серебристые штаны. И у меня поначалу даже была мысль, может, они с бодой какие-то ролевые игры организовали в лесу, но нет. Дело все в том, что я думаю, что он действительно принял решение, что лучше выйти, честно так сказать, сдаться в плен, ответить за все свои слова. Друзья, это, конечно, шутки, но на самом деле... Нет, почему шутки? Подпись отсутствует, мы можем думать все, что угодно. Он находится в военной форме, близ леса, что там происходит, можно все, что угодно, так сказать, здесь писать в этом смысле. Но сегодня я посмотрел, мне одна из зрительниц, может быть, подписчица, не знаю, написала довольно интересный комментарий. Как раз вот я эту фотографию увидел и зашел, чтобы посмотреть, что Макс Барских сам написал, так сказать, под этим фото. И одна из подписчиков мне написала о том, что зрительниц подписчат, что, обратите внимание, это видео, действительно видео. И оно записано на фоне, так называемого, хромакея. Люди, незнакомые, там, с технологиями видео, не очень понимают, что это. В общем, хромакея, это ткань такая, обычно зеленого цвета, она позади располагается. Значит, вот когда снимаешь ролик, например, сзади ткань зеленого цвета, и вот ты записываешь ролик, а потом с помощью определенных технологий накладывается любая картинка. То есть, это можно водопад сделать, там, можно сделать лес, можно все, что угодно сделать. Значит, и получается, что вы видите уже картинку совершенно другую. То есть, ты можешь находиться в любом месте, а сзади тебя будет все, что захочешь, абсолютно. Значит, и по каким признакам она это поняла? Я тоже посмотрел, действительно, скорее всего, это так и есть. То есть, продолжают записи заказных роликов, то есть, это часть информационной войны, значит, направлены на то, чтобы дискредитировать Россию и как-то вот подбодрить, ободрить. Но, судя по лицу Макса Барских, у него это плохо получается, потому что ему самому покушать, не знаю, там, и побриться, по меньшей мере, да. Значит, дело все в том, что очень хорошо видно, как полоса у него идет по волосам. И вот всегда можно определить, когда вот этот край, вот здесь, условно говоря, да, значит, там нужно подчистить, чтобы совпадало с тем, что накладывается на вот этот вот хромакей, на эту ткань. Какое изображение, видно, ну, как в фотошопе, видно, что, в общем, очень плохо поподчистили, очень сделан так на коленке, быстро, и он ходит 4 шага вперед, 4 шага назад, 4 шага вперед, 4 шага назад. То есть, такая цикличность, цикличность передвижения, шум один и тот же, он вообще не меняется. То есть, видео конкретно записано, я даже, наверное, со 100% уверенности берусь утверждать, что видео записано на фоне вот этого хромакея. То есть, иными словами, то, что мы видим позади него, лес, его нет в реальности. То есть, лес-то такой существует, но только Барских не на фоне этого леса записывал это видео. Сзади него, по всей видимости, висело вот это полотно, на которое потом с помощью специальных технологий наложили вот это видео. О чем это говорит? Это говорит в первую очередь о заказухе снятия этого видео. Это говорит о том, что те предположения, которые, помните, я говорил, что почему-то уж у нас медийные там личности высказались, все против, и все уехали из страны. Может быть, у меня уже такая мысль, они боялись каких-то расследований в отношении себя. Почему? Потому что Зеленский же изначально давил через вот медийных персон, да, ну как бы через своих знакомых. У них миллион подписчиков, расшатать лодку там, выступайте против и так далее. Слава богу, это все быстро прирулили, и сейчас этого нет, но у себя, то есть просто наши селеблите, они поняли, что как бы если это делать, это плохо кончится для них сами. А те, кто сделал, они выехали и, заметьте, они обратно не спешат возвращаться, да. То есть там еще нужно понять, все это сделано как личная гражданская позиция, или просто как бы по просьбе, да, или там может быть даже вот по такой просьбе. А в данном случае свои, вот Лобода, вы знаете, слезы лила, там выкладывала сториз, лила слезы, давайте прекратим, там и так далее, и потом паспорт Мальты получила в итоге. Потапа, Настя Каменских, которые в Испании уехали, бросили все. Значит, и вот такие люди им нужны, которые имеют много подписчиков. И, по крайней мере, в России сейчас это не прокатывает уже, извините за такое жаргонное выражение. Ну, они это делают у себя на Украине с успехом, видите, да. Уже он записывает украинцам, уже он записывает, так сказать, чтобы как-то ободрить, чтобы что-то сказать. Это заказуха чистой воды, и это лишний раз как бы меня наталкивает на мысль, что то, что происходило у нас, да, вот с этими выступлениями против, фактически, я бы сказал, даже здесь не против военной операции, а больше даже с отречением от Родины, что ли, не знаю, как сказать правильнее. Потому что мы с вами уже говорили, да, те, кто высказался против, пожалуйста, пересекайте любые границы, живите где хотите, получайте гражданство. А кто высказался за, кто патриот своей страны, не дают делать ничего, не дают не выступать, не дают не пересекать границы, заводят уголовные дела и так далее. То есть выступают фактически против нашей Родины, против всего российского. Это ужасно. Я не припомню, было много каких-то конфликтов, но чтобы такая тотальная агрессия была направлена на культуру, на культурных деятелей, это просто охота какая-то натуральная, понимаете, это, ну, просто ужасно. Поэтому, поэтому Макс Барских здесь просто много писали, вот вчера и по поводу этого видео. Я хочу сказать, что, конечно, о нем лучше забыть и вообще не говорить, но я просто когда увидел, думаю, бог ты мой, неужели он из бункера вылез и решил, так сказать, своим примером показать, пойти, что называется, в леса. Вот, но вы знаете, единственное, куда он дошел, это, видимо, до другого конца своего бункера, где висит хромакей, на фоне которого сделал запись и вот это вот залил все в инстаграм. Вот так, друзья. Не знаю, видели ли вы это фото, видео, пишите, пожалуйста, комментарии ваши. С вами был Будда Гришна, друзья. Нужно быть патриотом и патриотизм, с моей точки зрения, он не в том, чтобы как Собчак с грязной головой выступать и говорить, что это экономия. Понимаете, это настолько непонимание того, что нужно людям. Патриотизм – это биение сердца в унисон, сердцем своей Родины. Это когда ты находишься рядом с людьми, и ты такой же, как люди, да? Ты так же не уверен в завтрашнем дне, ты не знаешь, что будет. И, собственно говоря, очень сложно, не знаю, мне кажется, что человек может быть с народом, имея огромные деньги, только если он, не знаю, жертвует, если он... Были такие люди. Вот Юдашкин, посмотрите, люди... Ну, он болеет, конечно, но в целом я имею в виду, что человек настолько скромный, настолько достойно себя ведет, что... И он отказался выезжать, ведь Юдашкин. Его не пустили на неделю моды в Париже, причем зная его состояние. Ну, это же тоже бесчеловечно абсолютно. Никто не знает, будет ли у него и следующая неделя моды. Ну, как так можно поступать? Поэтому, конечно, я считаю, что патриотизм нужно воспитывать, и для этого нужно задействовать телевидение, для этого нужно делать какие-то программы для молодежи. Понимаете, это очень важно. Именно патриотическое воспитание. А у нас какие патриотические воспитания? Посмотрите, что сейчас есть что-то. Военно-патриотические лагеря должны быть. Должны быть какие-то программы. Это целый пласт, который должен быть. Это должны быть люди, соответственно, обученные, которые будут этим заниматься. Всем этим нужно заниматься. Но если этим заниматься сегодня, сиюминутно ты не получишь результат. Но завтра ты получишь другое поколение, которые будут не подвержены информационному воздействию на себя, которые будут любить свою родину и защищать ее, несмотря ни на что. Друзья, с вами был Будда Гришна. Еще раз скажу, подписывайтесь на канал, кому интересно. Напомню, что YouTube заблокировал рекламу на территории России. И проект канала Будда Гришна сейчас существует исключительно благодаря вашей поддержке. Я огромную благодарность выражаю всем, кто поддерживает мой канал. И если у вас есть такое желание, если вам нравятся ролики мои, вы также можете оказать поддержку. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, там же вы найдете ссылку на телеграм-канал Будда Гришна. Новости и группу ВКонтакте. Успехов вам. Всем пока. До встречи.